Добрый день. Капитан полиции Грязудинов. Откройте, пожалуйста, дверь. Весь день на дороге до пригорода Лесосибирска Колесникова дежурили патрули, досматривая весь автотранспорт. Сотрудники полиции разыскивали двух несовершеннолетних девочек. Два дня назад они уехали к своим знакомым в этот поселок и домой не вернулись. Все это время девочки, не скрываясь, ходили по улицам. Их видели и жители поселка, и продавцы местных магазинов. Получается, вчера девочки зашли к нам в магазин в 10 вечера и ушли обратно. И сегодня днем, где-то около 11, может, полдвенадцатого, я их видела на котельной здесь у нас. С ними все хорошо, и я думаю, они в дальнейшем где-то здесь находятся. Родители потерявшихся детей тревогу забили только сегодня. Да и то обратились не в полицию, а просто разместили объявления в социальных сетях. Когда пропажа стала известна правоохранительным органам, на поиски был экстренно поднят практически весь личный состав. Последний раз потерявшихся девочек видели вот здесь, вот в этом магазине. Здесь же была сделана очевидцами фотография. Случилось это уже примерно часов 12 дня, когда беглянок вовсю искали сотрудники правоохранительных органов. По некоторым данным, узнав о том, что сюда приближается наряд полиции, девочки скрылись от них в сторону вот той вот горы. К розыску пропавших детей подключились и волонтеры. Любовь Полякова на поиски вышла со своим четвероногим другом. Она говорит, все было бы проще, если бы были вещи детей. Собака, потому что рабочая, он 8 лет отслужил у нас в тюрьме, и поэтому пес у нас идет на след, и никогда не было промаха. К сожалению, мамочка приехала сюда, она даже ничего с собой не взяла, она забыла ей не до этого. Вот таких вот заброшенных домов в поселке Колесниково очень много. И именно сюда, в первую очередь, направляются сотрудники полиции. Именно их, в первую очередь, обыскивают и осматривают волонтеры. Беглянок удалось отыскать только вечером. Что заставило детей покинуть дом и потом скрываться от родителей, предстоит выяснить правоохранительным органам. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело. Андрей Давыдов, Динар Салимов, ЕСЕЙ, Новости. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА